Привет! С вами Светлана English Online, и сегодня мы будем выполнять задание 2 по говорению в ЕГЭ. Задание я взяла из открытого банка заданий FIPI, и вы видите его на экране. Нам нужно задать 5 прямых вопросов по этим подсказкам. Сейчас на экране вы видите задание, подсказки, визуальную опору в виде фотографии и рекламный слоган над ней. На подготовку дается полторы минуты. За это время нам с вами нужно успеть подготовить 5 вопросов, чем мы сейчас и займемся. Вот и все. А теперь давайте разберем все по порядку. Когда вы видите задание на экране, у вас есть полторы минуты на подготовку. Что можно успеть за это время? Внимательно изучить формулировку задания и понять ситуацию, куда вы звоните и что именно вы хотите узнать. Внимательно изучить все подсказки. Особое внимание уделите первому вопросу. Из него человеку на другом конце провода должна быть понятна вся ситуация и чего вы от него хотите. Продумайте и проговорите каждый вопрос про себя или тихим шепотом, но обязательно с верной интонацией. Убедитесь, что каждый вопрос задан по содержанию и грамматически верно, строго по подсказке, ни в одном из них нет ошибок. Давайте пройдем все эти этапы. Итак, внимательно изучаем задание. Оно гласит, что мы хотим поехать в этот тур, чтобы осмотреть достопримечательности. Мы звоним, чтобы узнать подробности. Первая подсказка, duration of the tour, намекает нам на то, что нам нужно выяснить длительность этого самого тура, то есть сколько он длится. Поскольку в этом задании введение не предусмотрено, в первом вопросе нужно как можно точнее прояснить ситуацию. В данном случае будет достаточно просто назвать тур полностью. Таким образом, первый вопрос будет звучать так. Вторая подсказка, the starting point. Это значит, что нам нужно узнать, где начинается тур, где эта самая точка, откуда мы стартуем. Соответственно, так и спрашиваем. Третья подсказка, number of bridges you'll visit. Легко. Нужно спросить, сколько мостов мы посетим во время тура. Сколько – это how many. А вот с визитом я спрошу немного иначе, потому что will I visit – это слишком просто. Но так тоже можно. Давайте вот так спросим. Мне так больше нравится. Четвертая подсказка, the price for a group of ten. Цена тура для группы из десяти человек. Чтобы узнать цену, мы спрашиваем how much. И наш вопрос звучит так. Последняя, пятая подсказка, discounts for students. Ну, скидки – это самое простое. Что делают со скидками? Предоставляют или предлагают? Поэтому спрашиваем так. Обратите внимание на ударение. В существительном оно падает на первый слог – discounts. Никакого заключения в этом задании также нет. Итого получается, что нужно задать всего пять прямых вопросов, что мы и сделали. Естественно, это не все возможные варианты вопросов по данным подсказкам. В комментариях к этому видео вы можете писать свои варианты. А теперь еще раз посмотрим на вопросы, чтобы проверить, все ли хорошо с грамматикой и особенно с артиклями. Иногда артикль полностью меняет смысл вопроса. Нас интересует вполне конкретный тур, поэтому везде должен стоять артикль there. Порядок слов верный, вспомогательный глагол здесь также нужен, и он тоже на месте. Порядок слов верный, вспомогательный глагол нужен, и он на месте. Порядок слов снова верный, вспомогательный глагол нужен, и он на месте. Порядок слов верный, вспомогательный глагол нужен, и он на месте. Интонация тоже важна. Помните, что в специальных вопросах тон нисходящий, как в русском вопросе «ты где?», а в общих вопросах «восходящий», как в русском вопросе «ты дома?». Надеюсь, это видео помогло разобраться, как выполнять это задание по говорению в ЕГЭ. В любом случае, если вы будете чаще практиковаться, у вас будет получаться все лучше и лучше. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мой паблик ВКонтакте и Инстаграм. Хороших вам тем, удачных идей и высоких баллов! С вами была Светлана Инглиш Онлайн. Удачи на экзамене! Пока!